Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает встречу с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте, Сергей. Ну что, не обойти нам стороной, наверное, события, трагедию, которая разворачивается в Европе, в частности, в Украине. Да, абсолютно верно, Сергей. Прежде всего, хочу сказать, что есть огромное количество информации, и большая часть этой информации, приходящей нам оттуда, она эмоционально очень серьёзно заряжена. И совершенно понятно, что информация заряжена эмоционально, когда она приходит от людей, которые реально пострадали там, которые в одно мгновение лишили своих близких, своих домов, фактически всей своей жизни нормальной и человеческой, которая у них была ещё несколько дней назад. Но есть также много эмоциональной информации, которая приходит от большинства, сидящего далеко, которая выплёскивает своё напряжение в бесконечное число постов и перепостов, и реплик, и нагнетают ситуацию, в том числе распространяют массу мусора и дезинформации. И есть, конечно, те, кто сейчас находится на работе. Это пропагандисты и разведка, причём с обеих сторон. Поэтому, чтобы как-то оценить ситуацию, которая происходит сейчас в Украине, надо постараться хладнокровно смотреть, отсечь мусор, отсечь эмоции. И вот, с вашего позволения, я попробую сделать несколько таких вот выводов. Во-первых, безусловно, то, что происходит, — это акт агрессии. Россия совершила акт агрессии, который ничем не оправдывается, абсолютно ничем. Никакие предлоги, которые сейчас рекламируются в той или иной степени, абсурдности, они не могут оправдать это вторжение. Более того, возможно, что то, что происходит там сейчас со стороны России, — это преступления против человечности. Те самые преступления, за которые в своё время руководство нацистской Германии посудили в Миренберге. Для меня нет также сомнений, что Путин, прежде всего, — это самый главный враг России и русского народа. Это человек, который вместо того, чтобы сделать Россию нормальной страной, а даже просто элементарно увеличить пенсии несчастным и бедным жителям глубинки российской, он во имя имперских амбиций вовлёк эту страну в катастрофу, в колоссальную катастрофу. Также совершенно понятно, что мы говорили об этом в прошлый раз, но это нужно повторять снова и снова. При Трампе это всего бы, скорее всего, почти 100% не случилось бы, не могло случиться. И те, кто ещё недавно оттопили против Трампа и против Байдена, а сейчас в ужасе этой войны, они должны осознать, что они в немалой мере являются соучастниками этой катастрофы и, в общем-то, виновниками некоторых них тоже. Я полагаю, что, скажем так, я не исключаю возможности того, что речь идёт о, своего рода, негласном сговоре Байдена и Путина, основном на понимании общих интересов. Скорее всего, совершенно точно, это неформальный договор, как был у Молотова и Риббентропа, но, тем не менее, тандем Байдена и Путина — это, своего рода, такой тандем Сталин-Гитлер, хотя кто из них кто — это, пожалуйста, выбирайте сами, кому что больше нравится. Но это тандем людей, политиков, которые понимают, что у них есть общие интересы, и, без какого-то, они помогают друг другу в достижении своих интересов. И в том числе в эту сферу этих интересов включают и раздел, или, так сказать, раздербанивание расправы над Украиной. А Боин и Путина, и Байдена нужен страшный внешний враг для списания проблем, которые есть у каждого, и для укрепления собственных позиций. Ну, а жизни людей обоих интересует очень мало, я думаю, что тут мало у кого есть какие-то иллюзии по поводу того, насколько циничен и тот, и другой. И в итоге украинцам, безусловно, приходится отбиваться самим, придётся отбиваться самим. И я надеюсь, что у них получится отстоять свою независимость хотя бы на части своей территории. И я прекрасно понимаю, что эта война, которую они ведут, это война и за нас тоже, потому что следующим объектом агрессии у путинского мира могут быть, конечно, не только Прибалтика или Молдавия, или Восточная Европа, но и тот же Израиль, да и вообще весь Западный мир. Я по-прежнему полагаю, что задача Путина на этом этапе, то есть в этот раз, была заглотить восточную часть Украины, Черноморское побережье, и добиться установления марионеточного правительства в Украине. Он не рассчитывал и не собирался оккупировать всю страну целиком и вести вот такую войну, которую он ведёт сейчас, на мой взгляд. Возможно, Путин не рассчитал степень сопротивления украинцев, но, возможно, всё идёт таки по его плану, и всё это было проще. Кто его знает? Возможно, он рассчитывает, что добьётся своих целей, и цена ему не важна, ни своих, ни чужих, естественно. Ему не жалко ни украинских жителей, ни российских бойцов, солдат, которые там сейчас. И, возможно, он считал, что как в 2008 или 2014 он быстро добьётся своих целей, и пока он будет переваривать Украину, то есть то, что он захватил реально, и то, что фактически будет ему принадлежать через марионеточное правительство и готовится к агрессии против Прибалтики и Молдовы, лицемерный Запад сползёт с санкций, и всё забудет и простит. Безусловно, было просчитано там, что ответом на вторжение в Украину будут экономические санкции Запада, но, вероятно, было решено, что постепенно всё забудется. И в том числе я считаю, что угрозы Путина использовать ядерное оружие, о котором сейчас говорят всё больше и больше, пока что, на мой взгляд, всё-таки речь идёт о попытке запугивания, чтобы не смели помогать Украине. И я даже не исключаю, что эта попытка запугивания, она оговорена с Байденом тоже. То есть Байдену так тоже проще объяснить западному обществу, почему не делаются какие-то более жёсткие меры по защите Украины. Хотя всем понятно, что война сейчас идёт не только за независимость Украины, но и вообще за будущее западного мира. Я надеюсь, что во многом из-за сопротивления украинцев и того, что не вышло быстро, как в 2014 или 2008, точка невозврата пройдена, и западное общество, в отличие, скажем, от циничных политиков, уже не забудет и не простит то, что произошло. Но как это всё будет, сказать сейчас мне сложно. В любом случае, на мой взгляд, к сожалению, следует готовиться к наступлению очень тяжёлых времён, и ничего быстро уже не рассосётся. Это, на мой взгляд, ясно совершенно. В России Россию ожидает не считая диктатуры, диктатура, которая будет провозглашена во имя спасения от НАТО и Запада. То есть, наконец-то, Путин может сказать, кругом враги, затянем пояса, будем есть землю, но другого выхода нет. Проблема в том, что и у нас на Западе угроза войны и власть левых, ограничивающих свободы во имя противостояния Путину, это тоже реальность. И вот когда я говорю о том, что Путин и Байден, возможно, согласовали свои действия не в плане, так сказать, таком конкретном подписании какого-то договора, разделе влияния и так далее, а просто из понимания того, что они друг другу нужны. Один списывает на другого, все те свои провалы, все те свои нестыковки, не нищету, экономическую разруху, виноват, в которой он сам. Это выгодно Путину показать, что вокруг него кругом враги, и поэтому нужно затянуть пояса, закрыть интернет, начать реперессии. Это выгодно и Байдену, которому теперь говорить, ну, ребята, какие выборы, какие свободы слова. Вы же видите, вокруг враги, кругом путинские наймиты и агенты, в том числе и республикации. Поэтому надежда только на какую-то внутреннюю англосаксонскую, англосаксонский стержень, что мы видели, например, во время Первой и Второй мировой войны. Англия, которая была, по сути дела, сначала вообще одна против Гитлера, на фоне Сталина, который был в каком-то смысле союзником, и она не боялась вести войну. И это не только потому, что Британия была в тот момент Британской империи, над которой не заходило солнцем. Но вот есть, на мой взгляд, определенный внутренний стержень, он и Чан, и у американцев тоже. Немножко другой, немного по-другому, но вот эта внутренняя сила, духа и готовность отстаивать свою свободу и свои ценности, собственно, наши общие ценности. Я очень надеюсь, что всё-таки мы увидим победу республиканцев, которая в итоге позволит нам думать о победе. В своё время мы помним, что Советский Союз рухнул под весом войны в Афганистане, бессмысленной, безумной, кровавой и очень дорогой. В тот момент, когда в англо-саксонских странах пришли Тэтчер и Рейден, великий Тэтчер и Рейден, сумевший сломать хребет этому монстру советскому. И сейчас я не ожидаю, что администрация Байдена будет способна справиться с Путиным. Не потому что, полагаю, что у них, возможно, есть просто взаимопонимание, не потому что мы видели, как Байден умеет проигрывать ситуацию. Поэтому надежда только на то, что что-то изменится. И в настоящее время украинские вооружённые силы доказали, что если они уступают российским, то всё-таки не катастрофически, как многие считали. И если президенту России Путину в конце концов удастся захватить Украину и её ставится Киев, следует сделать всё, чтобы это стало его битвой и его тормоз. То есть последние битвы, которые окажутся не было сопротивлениями. Пока что благодаря и украинскому сопротивлению, и в общем-то очень достойному поведению, на мой взгляд, президент Украины Зеленского, мировая реакция на стережение Путина стала быстрой и жёсткой для России. То есть, чего бы там хотел, Байден или не хотел, но есть ещё реакция мирового сообщества, и мы видели, что она была совершенно однозначно. Санкции в отношении Центрального банка России и ограничения для некоторых российских банков в системе SWIFT, мы видим, они очень серьёзно снизили стоимость российского рубля. Некоторые говорят, уже в два раза более умеренную оценку, но речь идёт, конечно, о катастрофическом падении курса рубля и возрастании наборов процентных ставок. Российский фондовый рынок, мы знаем, просто закрыть ревентивы, чтобы предотвратить катастрофу. Российские компании, судя и дело, приземлили свои самолёты, потому что огромное количество стран, первую очередь, западных стран теперь для них закрыты. Удивительный шаг. Германия отступила назад и приостановила строительство российского газопровода «Северный поток». Мы о нём недавно совсем ещё говорили. И вот он уже остановлен. И более того, говорят, что есть информация об этом, до конца не ясно, насколько это верно. Россия отрицает, но западные источники сообщают, что «Северный поток» два, который говорили о банкротстве. Вообще, скажем, заявление канцлера Германии Шольца, это поворот, развернувший десятилетия прежней немецкой политики. Эта страна увеличивает военные расходы, что удовлетворит требования НАТО о расходах на оборону в размере двух процентов от ВВО продукта и значительно увеличивает свой военный потенциал. Это именно то, чего от них добивался Трамп, то, из-за чего они ругались. То есть, получается, что сейчас Германия делает именно то, о чем предупреждал, просил и наставил Трамп. И, видимо, действительно, когда Путин начинал свою военную интервенцию, он вряд ли осознавал, что она так быстро и так сильно объединит Европу и Запад, укрепит НАТО и подорвет российскую экономию. Сергей, вы говорите, что ты просто не расслышал. Нет, 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 это у меня опять с камерой, которая ловит. Мы пытаемся менять оборудование. Мы пытаемся менять оборудование, поэтому новую камеру подключили, она ловит. Еще настройки нужно сделать. Sorry. Администрация Байдена, она присоединилась к санкциям и другим мерам направленным против России, но стоит обратить внимание, Байден присоединился, а не руководил. То есть, снова мы говорим не о лидере вроде Рейгана или лидере вроде Трампа, мы говорим о человеке, который присоединился к санкциям, инициированным, по сути дела, европейцам. Именно европейцы возглавили отмену Северного потока, ограничивали доступ России к системам SWIFT, банковских коммуникаций. Американцы удержали его открытым еще в течение нескольких дней после этого. Буквально, по-моему, сегодня или вчера вечером было закрыто американское пространство для российских самолетов. Германия изменила курс в отношении своих военных расходов. Администрация Байдена по-прежнему отказывается как бы оборвать зависимость Америки от российских нефти и газов с помощью увеличения внутренней добычи и открытия трубопроводов у себя и газопроводов. Не было не предпринято никаких шагов, чтобы закрыть гигантские лазейки, которые подрывают санкции против российского нефтяного и энергетического сектора. Или одобрить трубопровод из КМЭД, газопровод из Израиля, мы говорили об этом буквально в прошлый раз, то, что могло бы дифферсифицировать поставки энергии в Европу. По какой-то удивительной иронии судьбы, в то время как американцы испытывают резкий рост цен на газ и США фактически финансируют российскую агрессию на Украине, покупая у России по 500 тысяч баррелей нефти в день. При цене 100 долларов, сейчас она немножко даже выше, это дает Путину 50 миллионов долларов в день. И эти деньги очевидно идут на уничтожение Украины и очевидно это укрепляет его потенциал для дальнейших планов по захвату стран Балтии, Молдавии, Польши, Румынии, всей Восточной Европы. Вместо того, чтобы финансировать эту путинскую войну, Америке можно было бы открыть американский газопровод Keystone XL, способствовать добыче сланцевой нефти и газа внутри страны. Но наоборот, администрация Байдена похоже еще больше усугубляет свою провальную энергетическую политику. Вот этот зеленый новый курс, согласно которому американцы должны покупать дорогие электромобили для производства, которых, конечно же, требуется ископаемое топливо и изменение климата. Они его теперь называют климатической катастрофой. Я тут беседовал с человеком, который мне объяснял, что изменение климата или потепление сейчас не принято говорить в правильных кругах прогрессивных. Нужно говорить экологическая или климатическая катастрофа, так чтобы она звучала для обывателя более жутко и более страшно. О приоритетах администрации Байдена говорит еще и то, что в этой войне, которой убивают мирных жителей и всему мировому порядку угрожают совершенно понятно Россия, Китай и Иран, уважаемая, в кавычках, команда Байдена, по национальной безопасности решила делиться разведданными США, России с коммунистической партией Китая, предполагая, видимо, или, кстати, я уж не знаю, что тут можно объяснить, что Китай объединится с Западом для сдерживания российской агрессии. Трудно проверить, что такая идея вообще могла прийти в трезвую голову. Одним словом, поведение Зеленского, на мой взгляд, снова очень достойное поведение лидера сейчас. Даже европейская очень быстрая и очень жесткая реакция, настолько, насколько европейцы современная и вообще о них можно револючить, о какой-то жесткости. Она очень резко контрастирует с неудавшимся лидерством почти во всех вопросах администрации Байдена. Мы видим, что барденовская политика по сути требует от американцев жертвовать и в итоге платить за российскую агрессию вместо того, чтобы высвободить американскую предприимчивость и творческий подход для решения этой проблемы. И в то время, как граждане Украины гибнут, сражаясь за свою страну, администрация Байдена продолжает нам бутнить о беспокойстве по поводу Силштейн. В своем продвижении зеленой энергии администрация Байдена использует стратегии, которые фактически расширяют и укрепляют возможности компартии Китая. Ведь именно Китай сейчас контролирует рынок редкоземельных минералов и производство солнечных панелей, которые необходимы для зеленой энергии. Понимаете? То есть зеленая энергия это не просто дорого, неизвестно, когда будет работать и пока что вынуждает Запад оплачивать России войну в Украине. Зеленая энергия это по сути дела еще и поставить себя в зависимость от Китая. Зеленский, который в итоге может заплатить свои жизни, очевидно понял, что ему необходимо обеспечить дерзкое руководство своим народом перед лицом превосходящего военного отношения противника. Поэтому, когда команда Байдена предложила помочь эвакуировать Зеленского из Киева, он ответил мне нужны боеприпасы и эвакуации. Но до нас доходят новости о том, что его предлагают снова и снова. То есть Байдену очень важно вытащить Зеленского из Украины. Точно так же, как это важно для Путина. Или убить, или чтобы он бежал. Чтобы можно было спорить, ну вот, ваш лидер бежал сдавать. Даже Швейцария отказалась от своего знаменитого нейтралитета, чтобы вести санкции против России и заморозить Канцлер Германии Олаф Шольц изменил курс, чтобы закрыть российский газопровод «Северный поток» и поддержать и увеличить патросходы на немецкую армию. Швеция и Финляндия серьезно рассматривают возможность изменения давно занимаемых позиций и намерены вступить в НАТО. А администрация Байдена по-прежнему придерживается своей политики энергетической зависимости и по-прежнему фактически ничего не изменилось с тех пор, как мы говорили на прошлой неделе. Держит закрытым, отказывается поддержать газопровод ИСМЭД и газопровод из Израиля в Европу. По сути дела это не только израильский проект и проект, как мы говорили Израиль, Кипра и Греции, то есть основных союзников Америки в Восточном Средиземноморье. Тот самый газопровод, который должен был начать строиться сейчас без примедления, именно потому, что происходит сейчас то, что происходит. Так или иначе, надо надеяться и надо... Очень хочется верить, что Украина действительно станет концом пути для Путина, у которого уже накопился длинный шлейф военных преступлений и других злодеяний. Это должно быть, как я уже сказал, такое путинское ватерло, потому что если его не остановить там, то это будет не только в Восточной Европе. Это совершенно понятно. Но пока что вводятся лишь половинчатые финансовые санкции, в которых масса, как решите, лазеек, не затрагивающих российскую нефть и газ. И мы наблюдаем за всё большим и большим падением Путина на украинцы в режиме реального времени, за его бесчисленными атаками, которые действительно пока что, пока там идёт война, очень трудно проверить, но это действительно выглядит как военные преступления, как преступления против человечности, нанесение ударов по гражданским районам, применение кассетных вакуумных пол и тот гуманитарный кризис, который там развязан. И очень хочется надеяться, что Байден всё же продемонстрирует то лидерство, которое следовало бы ожидать в этой ситуации от лидера Америки, лидера США. Он изменит курс, чтобы Америка больше не зависела от России и Китая, независимо от того, как и чем закончится и когда закончится война. Это в интересах Соединённых Штатов, это не в интересах Украины только, или даже в интересах Европы. Но заставить Байдена сделать это может лишь очень мощная общественная динамика. Та самая динамика, которая в Европе заставила в общем-то слабых, рыхлых европейских лидеров повести себя так, как они поверили сейчас. И таким образом то, что происходит сейчас или результат того, что происходит сейчас, во многом зависит от степени активности американского общества. Только оно может вынудить Байдена, на мой взгляд, соучастника этого преступления путинского, повести себя иначе и действительно сделать так, чтобы для Путина война в Украине стала его втором, его последней битвой, в которой он проиграется. Ну вот как-то так, Сергей. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Александр, знаете, я с вами согласна, что это был сговор. Такой же, как был Риббентропа с Молотовым, так называемым, на самом деле, Гитлера со Сталиным. И вы говорите, Европа изменила, что-то изменил, что-то пришел, это новый человек. Если бы была Меркель, ничего бы не изменилось. Что-то, я так понимаю, еще не прогнил насквозь, что называется. Поэтому Германия осознала, как говорится, свои грехи и пытается их исправить. Я не знаю, что, вы говорите, это кажется, как этот, как преступление против человечности. Это так и есть. Это такой кошмар, что они творят. Вот это вот атомная, бомбардировка атомной электростанции, это просто чудо. Это, как говорится, бог на свете есть, что не затронули ядерные реакторы. Они бомбили, куда бог, как говорится, куда придется. Это кошмар. И кто там сейчас захватил эту станцию, и они, во-первых, убили всех специалистов, которые обслуживали эту станцию, а во-вторых, это кадыровцы. Они туда заслали своих самых преданных этих самых служителей. В общем, это полный кошмар и ужас. У меня к вам вопрос, можно ли с вами как-то связаться вне эфира? Можно ли в офисе получить ваш телефон, позвонить по поводу того, как со мной связаться? Наверное, проще вы можете написать мне в фейсбук и через фейсбук связаться со мной. Думаю, что это будет наиболее эффективно и удобно для всех. Ну, хорошо. Комментирую ваши слова, я скажу так. Я не думаю, что новый канцлер Германии менее прогнивший, чем Меркин. Не проблема, а скорее ситуация такова, что европейское общество, оно было настолько шокировано и испугано ситуацией с войной в Украине, что оно вынудило европейских лидеров даже самых рыхлых вести себя так, как они себя ведут сейчас. И поэтому именно это может повлиять и на Байк. Теперь, я начал с того, что огромное количество в сети информации эмоционально заряжено очень сильно. И это совершенно понятно для людей, которые находятся там внутри войны, то, что они выплескивают свои эмоции. Нам, сидящим в стороне, стоит все-таки немножко хладнокровнее смотреть на информацию. Например, когда мы говорим, что нет сомнений, что были преступления против человечности, я говорю, что есть сомнения. То есть пока что это непонятно. Российские войска ведут очень брутальную атаку. Снова, я ни в коей мере ее не оправдываю. Это абсолютно безнравственно. И не имеет никаких оправданий, что они там делают. Но преступления против человечности, военные преступления имеют очень четкие определения. Только когда рассеется дым, мы выслушаем свидетельства, это будут профессионалы, которые будут заслушивать это все. Только тогда мы сможем сделать вывод. То же самое касается и захвата контроля над атомной электростанцией под Запорожьем. Вы наглядали. Давайте не оплодить эмоционально заряженных, я не знаю, фейков или слухов или непроверенных данных. И так все на нервах. Поэтому давайте все-таки относиться более скептично и опираться на новости или на информацию, которую дают более авторитетные издания, или они есть, которые пытаются анализировать ситуацию и сообщать нам только то, что действительно подтверждается, а не части с обоих сторон пропагандистской войны, чейков и просто эмоций человечества, которые абсолютно понятны, но все-таки давайте относиться к нам более скептично. Давайте мы все-таки сделаем перерыв буквально несколько минут, после чего вернемся обязательно продолжим. Открытый диалог с Александром Непомнящим Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Телефон в студии 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Вы сказали о том, что Байден ведет себя так, ну, как бы предсказуемо по отношению к Путину. А мне кажется, что это было еще договорено с Путиным именно тогда, когда Батурина передала имени Путина энное количество денег хантрок Байдену. И вот с того момента уже все пошло по накатанной плоскости. А вы еще правильно заметили о том, что возможно следующим будет пральк к сожалению. Потому что это захват Украины вдохновит не только Китай, который уже населился на Тайвань, но и ваших Хамасов, СССР, Хейсболы и так далее, которые тоже мечтают захватить вашу заль. Это еще и опасно тем, что не только у нас в Белом доме находятся сторонники Майдена Путина, как Байден и Обама и так далее. И у вас в правительстве немало его сторонников. Если пути в ближайшее время не дожидаясь выборов избавиться от них в вашей стране или все же дать конца когда уже до выборов практически не останется времени. Спасибо. Спасибо. Вопрос действительно очень серьезный. Вы абсолютно правы. Хамас уже заявил несколько дней назад, что пришло время закончить с Израилем. И ваш вопрос абсолютно в точку. У нас во главе нашей страны стоит правительство, самое антисионистское правительство в истории Израиля. И самое недееспособное в том плане, что это абсолютно комбинация ультралевых откровенных врагов Израиля, братьев-мусульман и людей, полностью подчиненных Вашингтонскому обкому. То есть полностью действующих по указаниям Блинкина и Байден. И на вопрос, можно ли как-то изменить эту ситуацию, ответ — да. Я вот буквально сегодня, видите, не зная вашего вопроса, подготовил реплику профессора политологии Иерусалимского университета Эфраима Падоксика. Я перевёл её с эврита, он написал это на иврите, я перевёл с эврита, в общем, сейчас попробую прочитать с листа то, что он написал. Потом пишет так, мировая война уже в самом разгаре, пока не ясно, как долго мы будем оставаться на периферии этой войны, имея в виду, что Израиль скоро тоже окажется, как вы заметили, абсолютно верно, там же. Так или иначе, можно сказать, что спор о том, будет ли Иран использовать ядерное оружие для нападения или только в целях прикрытия от обычных подов, то есть как средство сдерживания, когда Хизбала или Хамас будут вести конвенциональную, но очень жестокую войну против Израиля, он уже решен, потому что сознательно было снято табу на применение ядерного оружия. Путин объявил о том, что он готов его применить, и теперь уже любой Иран тоже сможет это сделать, как только у Ирана будет такое оружие. Израиль должен исходить из того, что надо готовиться к возможности нанесения по нашей стране ядерных ударов, пишет профессор Иерусалимского университета, политолог Фраем Падоксик. И сейчас нет у Израиля времени на новые выборы. Это то, что вы говорили. И нет причин, по которым даже в нынешнем Кнесте не должно было бы найтись по крайней мере 61 депутат, которые проголосовали бы за конструктивный вотум доверия и нарезали бы Натаньяу, правительство Натаньяу, то есть призвали бы Натаньяу стать премьер-министром и возглавить коалицию эпохи войны. И старые различия между правыми и левыми, продолжает Падоксик, они больше не имеют. Большинство депутатов Твеста, как, в общем-то, и большинство жителей страны, добавлю я, понимают, что способности Беннета и Лапида вообще не на том уровне, который позволил бы им дипломатически маневрироваться и готовиться к обороне. То есть речь идет даже не о том, что когда мы окажемся в войне, мы на пороге войны и мы сейчас уже должны предпринимать эти самые действия. И в оппозиции на самом деле не так много качественных политиков. То есть точно так же, как их нет в коалиции, но и в оппозиции их не так много. Скажем так, их совсем мало. На данный момент Натаньяу единственный, кто имеет шанс вывести наш корабль и Шипадоксик, корабль Израиль, из этого шторма на Твердый Берег. Как благодаря своим способностям, так и благодаря широкой общественной поддержке. И даже если мы не готовы уступать сейчас тем, кто предал и оброшил правый лагерь, следует пытаться убедить их, что в конце концов мы все в одной этой лодке. И придерживаться старой ненависти по отношению к тому же Натаньяу, как это прямо сгласили Беннет, Сарт, тот же Либерман, это просто мелочно и абсолютно неуместно в данной ситуации. Поэтому сейчас не время для склок и вспоминаний старых обид. Необходимо создать оборонную коалицию во главе с Натаньяу и с партиями от правых и до лейболистов и мерцев. Это пишет, я снова скажу, повторю, это пишет Эфраин Падоксик, профессор Эфраин Падоксик, завкафедра политологии по МОМОН в Иерусалимском университете. То есть это человек, который понимает хорошо, о чем он говорит. Да, в Израиле ответ. Да, в Израиле есть инструмент без выборов сейчас сделать Натаньяу премьер-министром и создать широкую коалицию, которая действительно успеет и сумеет подготовить Израиль к тому шторму, бури, я не знаю, апокалипсису, который наступает стремительно. Ну вот, такой ответ. Давайте попробуем еще принять звонок Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Александр, спасибо за вот такой анализ, потому что он показывает проблему с двух сторон, то, что многие люди не видят, не понимают, живя от ситуации к ситуации. Вы показали конкретно, не указывая, кто сидел за столом переговоров. Вы указали на интересы, которые возникают у лидеров разных стран, невзирая на то, что могут люди гибнуть и все разрушаться. Эти интересы сооткадают. Вот вы это обозначили, если кто не понял, читайте глубже, потому что уйдя с Афганистана, на третий день они начали работать с Украиной, хотя работали с ней уже 10 лет или 15 готовили. Спасибо, Александр, потому что если бы кто-то другой сказал об этом, его бы даже на нашем радио немножко восстановили бы, потому что это не общее мнение, а ваше мнение очень важно для людей, чтобы они понимали не за столом переговоров, а в общие интересы. И теперь страна брошена под поезд. Извините, огромное спасибо вам. Спасибо вам. Да, безусловно, Украина брошена под поезд, но надо отдать должное, по крайней мере, сегодня, восьмой день войны, мы видим, что украинцы бьются очень отчаянно и очень мужественно. И я повторю то, что я сказал в самый первый день войны. Фактически Украина сейчас переживает то, что в свое время пережил Израиль в 1948 году, а Финляндия, если не ошибаюсь, в 1918 году. Это становление наций через войну за независимость. Это ужасно, это ужасно трагично. Хотелось бы, чтобы все как-то разрешалось мирно и без крови. Но, к сожалению, в нашем мире жестоком по-другому не бывает. Украина сейчас становится единым народом, единой нацией и отвоевывает свои границы, которые до сих пор за нее решали. Она никогда не определяла свои границы. Теперь только она, только народ Украины решит, что является Украиной. И дай Бог, чтобы все-таки это обошлось как можно меньшими жертвами, как можно меньше крови. И, конечно, пожелаем удачи этим людям, которые сейчас, повторяя вот тот самый знаменитый чешский лозунг «За нашу и вашу свободу». Они бьются против зла за свою свободу и за свободу всего Запада. Окей. Всем понятно, что не проведи или не издай указы исполнительные Байден, начиная с первого дня, ситуация на энергетическом рынке Америки или в мире была бы совершенно иной, а возможности тратить деньги на войну в Украине у России не было бы. Мало этого, ну, то есть, это вот одни из причин, которые послужили поводом для того, чтобы Россия напала на Украину. Мало этого, за спиной американского народа Байден вел переговоры с Ираном. Мало этого, он обратился к Путину, чтобы он был посредником в этих переговорах с Ираном. И вот уже Факс Ньюс передал сообщение, что вот эта сделка между Обамой и Айтолами будет опять возобновлена и снова будет подписано это соглашение. Другими словами, когда задают вопрос о том, послушайте, мы же рискуем, ну, экономика наша рискует, население платит какие-то сумасшедшие деньги за бензин, пока еще не очень сумасшедшие, но скоро они будут. Как-то же нужно решать эту проблему, все на что рассчитывает администрация, она не скрывает это, это получение почти 10% энергоресурсов из России и плюс покупать у Ирана нефть. То есть, теперь у Хамаса, у Хизбалай опять появятся деньги для того, чтобы атаковать Израиль, Иран получит возможности, деньги для того, чтобы создавать, продолжать создавать ядерное оружие. В общем, вот об этом теперь, что касается Ирана и Израиля и последствий возможных. Да, Сергей, я хочу добавить только, что мы же помним, что при Трампе Америка была главным экспортером мира, экспортером, а не импортером нефти и газа. И все это было закрыто Байденом. И даже сейчас, когда совершенно очевидно, что нужно лишать, отключать Россию от источников финансирования и других плохих шей, вместо того, чтобы сделать это, идут какие-то разговоры, какие-то, так сказать, пустые слова и санкции, которые, безусловно, бьют по экономике России, но не бьют нокдауном. Это не нокауты, но не нокдауны. И да, абсолютно верно, со дня на день, может быть, говорят, что уже в понедельник будет подписано соглашение между западными странами и Ираном. Речь идёт о возвращении к соглашению сделки 2015 года фактически даже в ухудшенном варианте. И снятии санкций, всех тех санкций, которые заморозили миллиарды Ирана на разных счетах. То есть Иран получит миллиарды долларов, может быть, речь идёт о сотнях миллиардов долларов, даже не о миллиардах, на террор, потому что мы уже знаем, что он будет, как и Путин, использовать эти деньги для того, чтобы улучшить жизнь, сделать её более комфортной для своего народа. А ЯТОВа будет использовать это для войны во всём мире, как вот Брежнев с Сорием боролся за мир во всём мире. Это, в первую очередь, деньги, которые получат Хамас и Хизбалла. И самое главное в этой сделке это зелёный коридор к бомбе. То есть многие не понимают, что суть этой сделки — это легитимация ядерного оружия, которое собирается построить себе Иран. Это его легитимация эта сделка. То есть Иран получит по праву, как бы по соглашению с странами Запада построить себе ядерное оружие и уничтожать его будет идти уже фактически против решения, коллективного решения Ирана и стран Запада. И теперь уже совершенно ясно, что угроза бомбы это не только как бы в её применении, а как фактор сдерживания. То есть вот Хамас обрушит ВАУ-ракет на Тель-Авиз и Иран скажет, что если только Израиль начнёт операцию против Хамаса, то он применит ядерную бомбу. Это совершенно другая ситуация, нежели сейчас. И то, что Байден готов и намерен подписать такое соглашение с Ираном, он доказывает, сколько лицемерия в его воплях сейчас по поводу Путина. То есть Путин чудовище. Об этом даже это как бы не обсуждается. Но Байден, когда он говорит, что Путин чудовище, он лицемер, потому что он создаёт своими руками сейчас ещё одно такое же чудовище, может быть, меньшего масштаба, может быть, дальше от Европы, но в нам, в регионе нашем, в Лижневосточном, это всё то же самое. И на этом фоне, конечно, то, что меня больше всего шокирует и поражает, это позиция нашего нынешнего правительства. То есть да, мы знали, что там есть братья мусульман. Мы знали, что там сидят абсолютно левые, крайне левые люди, которые ненавидят и презирают Израиль, как еврейское государство. Там сидят люди, которые живут в мире радуг и розовых единорогов, которые просто не понимают, как устроен наш мир. Но там есть два премьер-министра сменных, Беннет и Лапин. И как бы они не были глупы, казалось бы, ну ребята, вы должны осознать, какая угроза сейчас встаёт. То есть на фоне того, что мы видим, что происходит сейчас в Украине. То, что происходит, начинает происходить у нас. И вот наблюдая за тем, как безупречно и с каким достоинством ведёт себя сейчас в тяжелейший для его страны момент президент Украины Владимир Зеленский, снова, может быть, я чего-то не знаю. Может быть, мы посмотрим, чем всё это закончится. Но пока что Зеленский ведёт себя на мозге абсолютно безупречно. И вот наблюдая, как ведёт себя он, особенно горько осознавать всю безответственность и беспомощность нашего израильского собственного премьер-министра. Иран со дня на день готовится заполучить освобождение от всех санкций и зелёный коридор к ядерному оружию. А Беннет вместо того, чтобы мобилизовать общественное мнение международное, то, что делал Натаньяу в своё время, ну хорошо, ты не Натаньяу, ты не сможешь это сделать так хорошо, но хотя бы пытайся, покажи нам, что ты наш лидер, как Зеленский. У Зеленского нет возможности закрыть небо над Украиной, но он бьётся, как лев на самом деле, он бьётся за свою страну, он показывает своим примером, он ходит, окей, он шоумен, он фотографирует себя в каске и в бронежилете, но это всё работает, и это работает на благо его народа. Беннет сейчас, когда вместо того, чтобы мобилизовать международное сообщество против региональных упырей, вот таких Путиных из Тегерана, он решается открывать рот лишь по указаниям из Вашингтона, а всё остальное время он имитирует бурную деятельность и занят улаживанием склок в коалиции, которая раздербанивает госбюджет с мистовостью активистов Белия, громящих обувной магазин где-нибудь в Нью-Йорке, понимаете? Вот уж действительно, ты видишь, что есть клоуны, которые в роковой ситуации становятся бойцами и политиками, а есть наоборот бойцы и политики, Беннет — боевой офицер, он действительно реально был в ливанских компаниях, он участвовал в боях, он боевой офицер, и он политик, всё-таки с определённым стажем, но в самый тяжёлый для страны момент он оказался абсолютно клоуны. И хуже того, у меня складывается тяжёлое ощущение того, что наш светливый, крайне недалёкий, премьер-министр Беннет, он стал своего рода полезным идиотом в руках куда более политически опытного Путина, использующего его просто в тёмную. Ведь сейчас он настойчиво навязывает себя в посреднике между Украиной и Россией, вместо того, чтобы бороться с уступками Байдена и Толом. И всё время твердит о том, что необходимо срочно договариваться, поскольку иначе будет только хуже и хуже. Теперь мы в Израиле сначала думали, что Беннет лезет в посредники между Россией и Украиной, потому что заговорили о том, что вот хорошо бы Натаньял этим занялся. Все знают, какое реноме у Натаньяла, и все знают, как его уважает Зеленский. Все знают, что Натаньял умел говорить с Путиным и договариваться с ним в очень сложных ситуациях. И вот в этой ситуации стали верить, а может быть Натаньяла попробовать как-то между ними. И в тот момент, когда мы в Израиле заговорили об этом, Беннет полетел и начал дозваниваться. Сначала он звонил Путину, он звонил Зеленскому, снова звонил Путину. А теперь он всё время говорит о том, что необходимо договариваться. И вот всё это мне напоминает, когда он начинает твердить о том, что дальше будет только хуже, мне это напоминает известный момент в фильме «Крёстный отец». Помните, там старый мафиози перед смертью говорит своему сыну, «Дону Корлеоне». Он говорит ему, теперь запомни, тот, кто предложит тебе помириться с кланом Борзини, он предатель. И вот в нынешней ситуации как бы вот это посредничество и нагнетание, говорить, что дальше будет только хуже, совершенно очевидно, что это в интересах Путина, потому что Путин завяз в этой войне. Он явно хотел и закончится два-три дня, на мой взгляд. И она не идёт у него. Ему сейчас нужно, чтобы прибежал к нему и при полз на коленях Зеленский стал умолять о том, чтобы начались переговоры. И в этом смысле наш шлемазов Беннет, он лезет и как бы пытается работать в глупости своей, не понимая, что он действует в интересах не здравого смысла и не мира, а просто работает на Путина. И это ставит нашу страну в ужасное положение. То есть просто реально стыдно за то, что делает наш кемьер. И это не говоря о том, что проблемы нарастающие иранским угрозом при этом вообще похоже пустил на абсолютный самотел. Вот такая вот корркая ситуация. У нас складывается, Сергей. У нас есть звонки или у нас есть какое-то время ещё немножко... У нас есть пару минут времени. На самом деле, вот смотрите, после выступления Байдена, после обращения к нации, после выступления в Конгрессе, некоторые республиканцы предложили, внесли законопроект, вернее, запрещающий закупать нефть у России. На самом деле, ведь это видно невооружённым глазом. Вот я не знаю, неужели кто-то этого ещё не видит, не понимает, что под лозунгом борьбы с глобальным потеплением, что на самом деле является крупнейшей афёрой, потому что, ну, логика подсказывает, но если не будут добывать нефть в Канаде или, скажем, в США, что, кстати, чего добивается Байден, то её будут добывать в России, там, в Мексике, в Венесуэле, в арабских странах, где добыча несёт больший вред окружающей среде, нежели добыча, потому что у нас требования довольно жестокие, у нас это агентство по охране окружающей среды. То есть, любому здравомыслящему человеку это понятно. Значит, за этим решением стоит политик. И вот эта борьба с глобальным потеплением стоит в одном ряду с локдаунами. То есть, глобалисты, кукловоды дёргают за верёвочку, и можно было вполне избежать того, что сейчас происходит. Но, к сожалению, эта администрация настолько... Я не знаю, или Путин держит какие-то козырные карты в рукаве против Байдена, что он не может ничего противопоставить ему реального. или это Китай, который заплатил Байдену 31 миллион долларов денег, так сказать, в сговоре с Путиным делают то, что им нравится, и Байден ничего не может сделать. Но, во всяком случае, меры, которые принимаются, этого можно было избежать. Вот те же самые санкции, о которых сейчас говорят, которые сейчас пытаются внедрить, их можно было принять накануне, можно было не закрывать добычу нефти у нас, не ограничивать добычу нефти и газа у нас, можно было не закрывать угольные шахты, потому что Китай каждый день открывает угольные шахты. То есть, сохранить энергетическую независимость, обеспечить Европу газом, ну, слова о том, что наш газ дорогой, а российский дешевле, похоже, что сегодня российский газ гораздо дороже, чем тот сжиженный, который мы поставляли в Европу в свое время. Другими словами, перед Байденом не стоит задача закончить войну и сохранить Украину. Перед ним слепой может этого не видеть. Абсолютно. Абсолютно так. Именно так. Да, Сергей. Я бы сформулировал это таким образом. Действия, которые совершает Байден, как бы против Путина сейчас экономические санкции, это то, что, по сути дела, делают либо частные компании, либо вызвано требованием, общественным требованием. То есть, народ настолько восмущен, что Байден вынужден это делать. Теперь я не думаю, что за 31 миллион, что Байден может так дешево оценить 31 миллион. Это для него же просто как сигару выкурить. Речь идет, конечно, на мой взгляд, о интересах совместных. То есть, Байден снова, мы говорили о том, что Байден нереальный лидер. То есть, это не сильный человек, который управляет всеми процессами в Вашингтонском обкоме. Он фигура, так сказать, до фасада. Да. Те люди стоят за ним, для них это интерес, это возможность сохранить свои позиции, укрепить свои позиции, зажать, закрыть шты, помочь несогласных и сказать, затянем пояса. То, что делает Путин в своей стране, они сделали то же самое, может быть, немножко другим языком, и это не дойдет до уровня концлагеря, как это происходит, допустим, происходило в Советском Союзе, или происходит сейчас в России. Но это будет то же самое, та же самая суть. К черту выборы, никаких республиканцев, затянем пояса, экономически, будем платить втридорого за китайскую, псевдозеленную энергию, потому что у нас есть враг, с которым нужно бороться. Вот что они пытаются сделать. Поэтому тут не вопрос, кто кому сколько заплатил, у них общий интерес, и общий интерес оставаться у власти и править в форме народа. А мне на ум приходит экономический форум, Давосский экономический форум, большая перезагрузка и так далее. Ну ладно, об этом как-нибудь в другой раз. Александр, огромное спасибо, и до встречи в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok